Здравствуйте, дорогие подписчики канала Одесская Лелика. Еще ретроспектива. Вот мне попала в руку газета, форум. Значит, 31 октября 2013 года. Вот такая вот статья попалась. У нас один выбор 5 ноября Дэвид Старобин. Мы знаем, что он победил. Демократы и республиканцы независимые. Глазуйте за нашего кандидата. Если вы помните, то у него был конфликт с Дэвидсоном. Но Старобин, как говорится, всех победил. И не позволил. Из самых честных правил. В общем, молодец Старобин. Вот эта история нашей комьюнити. Что дальше из этой газеты? Так, в фокусе судьба Рона Арады. Я даже не знаю, кто это. Для Израиля американский шпионаж не новость. Президент Франции, профессор Монградов Кнессити. Еще интересного. Пишет визит о форуме в 2013 году. У покупателя алкоголя будут сканировать удостоверение личности. Открылась бесплатная клиника в Роковее. Это шикарно. Видеотека Netflix подрывает рынок телевидения в США. Видите? А теперь она уже основная. Дети умоляют американцев больше, чем работу. Водные пути к лечению транспортных проблем. 77% нью-йоркцев одобляют обыск прохожих полицейскими. Видите, а сейчас это уже все отменили. Сейчас это уже все незаконно. Незаконно. То есть мы знаем это, да? Как все меняется, да? Вот шерчий из народа Андрей Платонов. Кто это такой вообще? Андрей Платонов, так же, как Максим Горький и Сергей Есенин, имел очень привлекательное для марсистов пролетарское происхождение. Так, это мне неинтересно. О, объявление. Кстати, вот есть у Чехова жалобная книга. Вот это интересно, кстати. Я сделал это отдельным. Видео.